У нас есть даже представитель дирекции, Елена Валерьевна Тихонова, которую я с удовольствием предоставлю слово для открытия выставки. Елена Валерьевна. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, читатели, мы начинаем Новый год в отделе рукописи. Вчера у нас открылась выставка «Даров», издания которой были преподнесены Российской национальной библиотеке. И сегодня мы имеем возможность увидеть выставку, которая продолжает семейные традиции. Нам очень приятно, что многие писательские поколения, писательские семьи продолжают дружить с Российской национальной библиотекой, дарят ей свои рукописи. И вот один из примеров, это, конечно, писательская династия Чуковских. Эта выставка, к сожалению, может быть, она не такая, ну, скажем, торжественная, да, потому что, к сожалению, она приурочена к одной дате ухода из жизни Лидии Чуковской. И поэтому, наверное, немножко грустно смотреть на портреты, которые здесь представлены. Но, тем не менее, это дань памяти Российской национальной библиотеке, дань нашим читателям, нашим дарителям, тем, для кого библиотека является родным домом, тем, для кого мы имеем честь служить. Поэтому я думаю, что, конечно, эта выставка вызовет интерес и именно своей подлинностью, своими неповторимым, наверное, ароматом времени, тем, что можно прикоснуться и к автографам Ахматовой. Поэтому я думаю, что это одно из началов, начало, которое положено, эта выставка, оно будет продолжаться и в следующих мероприятиях. Большое спасибо, Леонид Валерьевна. Сейчас я приглашаю к микрофону автора этой экспозиции, дарю его на крайнюю, который георическими усилиями, плановые георические усилия в немыслимые сроки, после новогодних праздников, соответственно, я совершил, вот через ночь плановый подвиг. Спасибо большое, плановый подвиг, это очень интересное сочетание, я возьму, но заметно. Я хотела сказать всего несколько слов, что действительно выставка – это дань памяти семье Чуковских и дань памяти последней из литературной династии, ушедшей чуть больше года назад из жизни, Елены Цезаревны Чуковской. И если мы задумаемся, то, наверное, даже трудно себе представить 1882 год рождения Корнея Ивановича и 1915 год смерти Елены Цезаревны. То есть семья, которая почти 150 лет отдавала себя в русской литературе, в русской культуре, в русской истории и служила всеми своими силами правде, которые отнимали, зажимали, пытались, не знаю, за стенки посадить, но вот эта семейная правда, которую они несли, она на самом деле торжествует и, надеюсь, будет торжествовать вечно. Вот я только два слова скажу о том, что архив Корнея Ивановича находится в бывшей Ленинской библиотеке, государственной библиотеке, это сейчас Российская государственная библиотека. Но у нас сохранились материалы, которые отложились совершенно естественным образом, когда Корнея Иванович в дореволюционное и послеволюционное время жил в Петербурге, в Петрограде, Ленинграде, переписывался со многими деятелями литературы и искусства, печатал здесь свои работы, и достаточно много автографов мы имеем за то время. Есть и более поздние автографы, но это уже, когда мы по выставке будем ходить, я буду об этом рассказывать. В 1997 году у нас была первая попытка сделать выставку к 90-летию Лизы Корнеевны, которой уже не было почти год. И в этом же году Елена Церновичуковская сделала первый подарок Российской национальной библиотеке, подарила рукопись повести Софье Петровне. После этого начались наши тесные взаимоотношения. Стала поступать Ахматовская часть архива Лидии Корнеевны. Вступала она несколькими порциями. Последняя порция была в 2003 году. Потом Елена Церновичу решила подарить весь архив Лидии Корнеевны, потому что она считала, она говорила, что Лидия Корнеевна всегда считала себя ленинградкой, поэтому пусть архив будет в Российской национальной библиотеке в Ленинграде. К сожалению, от Елены Церновичу мы имеем очень мало материалов, потому что, надо сказать, что будучи очень скромным человеком, она никак на себя не выпячивала никогда. Она была химик по образованию, даже кандидат химических наук, и только в какой-то момент она поняла, что она должна так же, как и ее дед и мать, служить в литературе. Сначала она помогала Корнею Ивановичу, после его смерти она издавала его труды, потом она помогала Лиде Корнеевне, после ее смерти издавала ее труды, и в общем усилиями Елены Цезаревны практически все, что было в этой семье не издано, все теперь опубликовано. И мы имеем на выставке может быть, просто несколько рукописей, которые содержат правку Елены Цезаревны или несколько каких-то писем. И будучи еще очень скромным человеком, она всегда хотела быть в тени и в общем уничтожала все материалы. И когда мы ее просили нам что-то передать, она говорила, что нет, нет, это не заслуживает никакого внимания. Но все-таки кое-что осталось, и вот вы видите, и фотографии остались, и письма ее остались, так что это мы все смогли представить. Вот. Ну и хочу вам пожелать пройтись по выставке, посмотреть. Экскурсии будут объявлены на сайте пресс-службы со следующей недели, два раза в неделю. Вот. Если есть какие-то вопросы, я сегодня готова на них отвечать. Ну, какого числа будет выставка? Выставка мы планируем будет работать в месяц. До? Ну, до примерно 12 февраля, потому что, к сожалению, нам наступает на пятки Мадельштам, которому сегодня исполнилось 125 лет со дня рождения, и мы делаем следующую выставку. А вот следующая выставка выслушена. Спасибо за внимание. Я еще хочу поблагодарить всех моих коллег, которые помогали мне в создании этой выставки, без которых, как сказать, плановым героем ничего не получилось бы. Ольга Николаевна Брюскина, Ирину Борисовну Аганову, Наталью Николаевну Небзорову, Леонида Николаевича Сухарукова. Большое им спасибо. Спасибо вам, Наталья Вадовна. Спасибо. Спасибо.